Театра без зрителя не существует. Один человек в зале – это уже театр. Немалый коллектив, в состав которого входит более 300 человек, уже вторую неделю репетируют постановки к праздничному сезону. Помимо взрослых и опытных артистов, на сцену выйдут воспитанники театральной школы при театре. Самому младшему актеру будущей премьеры 8 лет. Руководство театра с гордостью рассказывает, непростой рабочий процесс не сказался на коллективе. В театре нет ни одной свободной вакансии, хоровая и балетная труппа полностью укомплектованы. А из желающих поработать с театром музыкальной комедии нет отбоя. В результате этого непростого года театр музыкальной комедии подводит новогодние премьеры. На сцене зрителя ждет постановка «Вождь краснокожих», которую можно будет посмотреть 20 декабря. «Последняя премьера этого года – это музыкальная комедия для всей семьи. Семьи обязательно с детьми разных возрастов. Это «Вождь краснокожих». Яркий, веселый, приключенческий спектакль. Я думаю, что все читали о Генри. В следующий год мы планируем еще до отпуска осуществить две премьеры. Может, не полностью успеем, но две премьеры. И обе они, я думаю, будут очень интересны. И это будет оба первых исполнения в Украине. Специально для нас написана музыка по произведению Михаила Михайловича Донецкого. К большому сожалению, мы не успели при его жизни. Мы получили его добро на то, чтобы эта музыка была написана. Он читал синопсис. У нас подписаны договоры. И очень жаль, конечно, что он не сумел. Если бы не было карантина, то мы в начале октября еще пришли, чтобы сыграть этот спектакль. Но, увы и ах. И мы планируем, что в марте или начале апреля выпустить этот спектакль, который будет называться «Вдоль по Дерибасовской». Никакие трудности не повлияли на работу Одесской мускомедии. В связи с карантином театр привнес в работу новые формы. Свои спектакли, которые уже полюбили зрителям, культурные учреждения размещают в социальных сетях и в Ютубе. Во время локдауна мускомедия поделится со зрителем новыми записями самых популярных постановок, которые уже невозможно увидеть на сцене театра. А пока у одесситов есть возможность посмотреть на театральное действие своими глазами и зарядиться праздничным настроением.